Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня в студии портала Истории Казахстана наш частый и уважаемый гость Брукта Гельманович Айран. Здравствуйте! Добрый день! Брукта Гельманович, доктор исторических наук, профессор, член национального совета, заместитель директора Института Истории Государства. В силу своих специфических исторических научных изысканий был в Гуверовском архиве в США, по итогам которой были написаны замечательные работы, труды, красные и черные. И правда о голоде. Кроме того, насколько я помню, мы занимались исследованием по голоду 30-х годов. Была очень интересная, насыщенная документами, фактами монография о коллективизации 30-х годов, которая привела к страшным потерям среди нашего казахского народа, населения Казахстана и Советского Союза в целом. Но темой нашей сегодняшней встречи будет работа Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Вот ее полное название. Комиссия была создана указом президента Касымжимарта Кемельчатокаева в ноябре 2020 года. Прошло достаточно времени, и за этот период мы знаем, что проходили региональные семинары, конференции, круглые столы. Десятки ученых работали в спецгосархивах, вызыскивали документы необходимые, сравнивали списки репрессированных, реабилитированных, не реабилитированных. То есть была огромная большая работа сделана, но этой работы население не видит, не знает. Поэтому мы хотели бы сегодня с вами об этом поговорить, чтобы вы более подробно познакомили наших слушателей с результатами работы данной комиссии. Итак, вам слово, Прокодин Геннадьевич. Вот буквально через несколько дней, если быть конкретным, то 31 мая каждый год у нас проходит день поминовения, или день памяти, лучше так сказать, жертв политических репрессий. И голода. И голода. Начиная с 1997 года. И этот день памяти для нас очень важен, потому что в советский период, в данном случае я не говорю про другие периоды, но в советский период случилась огромная, скажем так, трагедия, в которых погибло миллионы людей от голода, а также очень много людей были репрессированы. Поэтому этот день, 31 мая, он имеет огромное значение, чтобы подобные вещи больше не случались на казахской земле. Да, это страшная, черная страница нашей истории. Абсолютно верно, согласен, да. Мы видим, что история повторяется, эти страницы были и в 20-х годах прошлого века, голод 20-х годов, голод 30-х годов. В принципе, и послевоенное время тоже было одним из тяжелых, очень нелегких. Почему? И было принят, наверное, курс на освоение целиных земель, чтобы накормить голодный народ. И, конечно, хотелось бы, чтобы этих событий в нашей стране, в мире вообще, чтобы больше не повторяли. Спасибо. Так, и почему комиссия получила название по полной реабилитации? Ведь мы знаем, что процесс реабилитации незаконно или незаслуженно репрессированных граждан, процедура или процесс, который начинался еще в конце 80-х годов прошлого века, во время перестройки, и этих комиссий было достаточно, ну, несколько. Ну, я должен сказать, что вообще вот сам процесс реабилитации жертв полиции репрессии в Советском Союзе, в том числе и в Казахстане, он, как бы, проходил в четыре этапа. Я, как бы, кратко объясню суть указа президента республики Казахстан Хасмиджемарта Кименовича Токаева. Да. Первая реабилитация вообще жертв полиции репрессии предпринималась при Никите Сергеевичу Хрущеве в 1956-1959 годах. Это после развлечения культа личности Сталина и знаменитого 20-го съезда. Но при Хрущеве в основном были реабилитированы партийные деятели, те, кто стоял во главе партийных организаций в целом. Вершина айсберга, да? Да. Но при этом не были реабилитированы простые труженики, рабочие, представители интеллигенции или, так сказать, представители национально-демократических организаций, например, как Алла Шорда. Затем, значит, на втором этапе подобная реабилитация предпринималась уже в 1990-е годы, после перехода к власти Михаила Сергеевича Горбачева. Там получили реабилитацию депортированного народа, вышло несколько указов и постановления советского правительства. Но опять же, значит, этот процесс не был доведен до конца, потому что оставались нераскрытыми архивы, не было известно численность погибших, и не был проанализирован сам механизм проведения кампании по репрессиям. И реабилитация была именно народов, да, то есть не конкретно, а там личностей. Нет, некоторые тоже получали реабилитацию в тот период. И эти народы получили право, возможность возвращения на свои исторические земли, да? Да, после объявленной перестройки Михаила Сергеевича Горбачева, крымские татары, например, немцы получили возможность или для возвращения на родину, или для выезда за рубеж, как, скажем, поступило немецкое население, польское население Казахстана. Они не возвращались по Волге, они выезжали уже в Германию, в пользу, на северскую родину. Или в турки-мескетинцы, например. А третий этап, он был в 1992-1993 годах, это уже при независимом Казахстане, была создана парламентская комиссия под руководством депутата парламента, академика, академии наук, Монаш Хабаша Козбаева. Данная группа сделала очень много, конечно. Она раскрыла ряд серьезных вещей, в том числе, скажем, голод в Казахстане, особенно вот по части голода там были сильные документы. Затем, значит, по репрессиям в целом в Казахстане. Затем был даже принят закон в 1193 году, но в целом, опять же, опять же, вот как ни странно, та комиссия прекратила свою работу, она не завершила до конца. Почему? И был принят в 2020-го года, вот 24 ноября 2020-го года, указ президента республики Казахстана, Касанджамарта Керемидовича Штукаева, он называется «О полной реабилитации жертв полисепрессий». И сам термин, в данном случае определение, полно означает очень серьезные вещи. Почему? Потому что за эти три кампании по реабилитации все же оставались очень много страниц, трагической страниц, которые не были открыты в полной мере. Если так кратко сказать об этом, то, например, до сих пор не было известно количество репрессированных. Или не было известно количество лагерей, которые располагались на территории Казахстана. Многие документы, кроме того, оставались нераскрытыми в фондах архива МВД республики Казахстан, Комитета национальной безопасности республики Казахстан или же Генеральная прокуратура и Верховный Суда республики Казахстан. И вот, когда группа ведущих историков обратилась с письмом на имя президента о создании данной комиссии, которая раскрыла до конца суть этих трагических событий, то президент поддержал. И эта комиссия была создана. Эта комиссия была создана государственной комиссией, потом появились рабочие группы на основании указа президента. был открыт офис центра в ограде с ведущим юристом, видным государственным и общественным деятелем Савыром Ахмедовичем Касымовым. И самое главное, заработали региональные комиссии. Почему я говорю, самое главное, потому что та реабилитация, которая проводилась до сих пор, она в основном касалась как бы центральных архивов. Сейчас обнаружилось, что даже районные архивы, не говоря уже про областные архивы, хранят очень много документов по расстрелу, гонениям, дискриминации по национальным или религиозным признакам граждан Казахстана. Вскрылись действительно очень много страниц. И на сегодня группа работает как на уровне республиканском, а также она работает на региональном уровне. Хорошо. Вот вы говорите о работе в архивах. Почему эти документы ранее не были изучены, исследованы? Они находились под грифом «секретно»? Вот в этом, Арман, кроется как бы вся суть проблемы. Поразительная. Уже 30 лет нет как советской власти. В 1991 году в декабре советский респал. Нет сейчас коммунистической партии и его руководящей роли. Но, как ни странно, или настолько наши ведомства были консервативные, или просто им было не до того, но огромное количество документов оставались в архивах МВД, КМВ, прокуратуры и Верховных судов. На сегодня я даже назову такую цифру, что 750 тысяч документов сейчас направляется как раз, они были найдены в архивах и направляется как раз для изучения. От двух до трех миллионов человек, от двух до трех миллионов человек, я повторяю, граждан Казахстана направляется, их документы направляются на реабилитацию, потому что они не были реабилитированы. До трех миллионов граждан Казахстана направлены по результатам деятельности комиссии на реабилитацию. От двух до трех. Это вот сейчас, только сейчас, по итогам деятельности только этой комиссии. Да. И работа еще не завершена. Какая цифра? Не каждый может в это поверить, но это породительно, насколько власть советская была изворотлива в арестах, в обвинениях людей. Арестовывали целыми семьями, целыми династиями. Часть из них расстреливалась, часть из них загонялись в лагерях. В лагерях, кстати, могли строиться не только... Многие знают только Алжир, Харлаш. А что, члены семьи несли какую-то солидарную ответственность что ли за, не знаю, ответственность мужа? Еще как. Еще как. Есть приказ генерального комиссара, тогда так назывался, комитета государственной безопасности Николая Ивановича Ежова от 15 июня 1337 года. Там прямо черно-побил написано об арестах. Ну, они не пишут врагов народа, это я говорю, так называю, врагов народа, и арестах их семей, членов семей. И там черным-побил значит, жен забрать лагеря, засадить, за исключением тех, кто тяжело болен и за исключением тех, кто, значит, готов сотрудничать с НКВД. Детей, так называемого, врага народа, их, значит, всех детей, их загоняли так называемые спецлагеря или спецдетдома НКВД. Как интернаты или с более строгими условиями? Это более строгие, это детский дом не в обычном понимании, там надзирателем были тоже работники НКВД, и порядки там были просто ужасные. То есть, такая детская тюрьма, да? Да, об этом пишут, кстати, вот дети фражу Шкулова там находились, дети беймбета Малина там находились, и они там находились, как дети врагов народа, маленькие дети, маленькие, школьники. Слушаешь и поражаешься, вот насколько государство было, не знаю, бесчеловечно, что ли, по отношению к своим же гражданам. Уникальный феномен. очень серьезная вещь, сейчас, вот офис-центр в этом плане у нас очень хорошо работает, правда, пока мы, так сказать, не фишурим работу свою, работаем, так сказать, днем и ночью работают в офис-центре люди, очень много работают специалистов, историков, которые многие, вы знаете, они работают в архивах, есть группа по рассекречиванию, и вот поразительно, что в свое время работники НКВД поделили весь советский народ, я скажу, вы не поверите, на категории. Сословия, да? Категории. Нет, они говорят категории, причем вот категории, знаете, там делались целые пошаговые планы, значит, по чистке рядов рабочего класса, делятся индустриальные рабочие, сельскохозяйство рабочие там. Так рабочий класс как раз-таки и был основой же. В том-то и дело, что вещая от имени рабочего класса, коммунистическое, что такое сталинское руководство? Это была намекатура партийная, узкая, небольшая группа намекатуры, но они вещали от имени рабочего класса, но первой же жертвой репрессии были в первую очередь как раз рабочие и крестьяне. Что касается самих крестьян, то крестьян делились на баев, кулаков, середняков, бедняков. Итилеицы делились, гуманитарные, технические, заводская и так далее. И настолько они поделили весь народ на категории и был составлен такой пошаговый план, по которому сначала, скажем, принимали за интеллигенцию, потом наступала очередь рабочего класса, потом крестьянство, потом студенство и так далее, потом военнопленные. Ну и интеллигенция понятна, то есть люди мыслящие, рассуждающие, которые могли видеть всю вот это несовпадение, нестыковку по политической деятельности партии. А рабочий класс, вот это же оплот, это же основа большевистского советского государства. Это же лозунг, что рабочий класс был основой. Потом, почему вы думаете, что среди рабочих мало было мыслящих? Одним из первых, кто выступал против как раз партинных чинуш, были как раз рабочие Москвы и Петрограда, крупных заводов. они понимали, они говорили, да, высмели царскую власть, но тут же появилась, так сказать, партийная намикатура, сытая, хорошо одетая, значит, и мы не видим, так сказать, преимущества социализма, как тогда говорилось. Поэтому, значит, среди рабочих было очень много таких людей, которые восставали против. Нам, вот вы как историк знаете, и я историк, нам преподносили так, что партия поддерживалась, пользовалась поддержкой рабочего класса, я не вижу, что она поделалась. Наши данные показывают, что было массовое недовольство рабочих крестьян против политики антигуманной и нерывчиной экономики советской, советских властей. Почему их было много в тюрьмах? Потому что любой, значит, любой инакомыслий или любое недовольство должно было погашаться. Поэтому советская власть поступила довольно системно. Они напридумывали очень много законов. Причем законы были на уровне ЦИК, потом республик, краев, потом, значит, МВД или МКВД принимали очень много так называемых подзаконах актов, наставания которых эти люди задерживались или арестовывались. В то же время юридическая база, правую базу готовили хорошо, но в то же время многие из них были осуждены не судом. Вот многие думают, что они были осуждены судом. Многие люди были осуждены на основании так называемых двоек, троек или пятерок, которые создавались при системе МКВД. Что такое пятерка или там тройка? Туда входил начальник ОГПУ или МКВД, представитель располкома или там первой центральной партии или вообще в ряде случаев просто эти работники и МКВД сами заполняли так называемые простыни. Посадить. И любой человек, который мыслил хорошо или был хорошо одет. Или в ряде случаев мы видим такие случаи, когда человек совершенно не был виноват просто. а многие почему сажать? Просто надо было восполнять рабочую силу сама советская экономика была неэффективной. И вот почему миллионы и миллионы людей а в лагерях видимо все-таки сидело около 17 миллионов человек. Никола Верт об этом пишет. Французский историк, советские историки до сих пор не могут подсчитать сколько сидело в этих лагерях. Так вот это была дармовая рабочая сила. Они же строили заводы, фабрики, железная дорога. Вы не поверите. Вот Ики Бастуз, Жанатас, Турксив чуть раньше, а вот скажем активистский всеразплан завод. Вот вот дорога железная дорога Алматы Алматы значит Акмолис тоже строилась. Вот почему многие люди не понимали за что он жил сам по себе и никакой политики не занимался. Но Харестоль они не понимали почему он так сказать в чем виноват. А проблема вся проблема заключалась в том, что спускались так называемые квоты. И эти квоты надо было обязательно заполнять. Вот таких было очень много на шахтах Караганды на стройках Ики Бастуза. Потом вот еще более чудовищная вещь вообще об этом надо специально говорить победители войны. В 1945 году резко увеличивается количество заключенных в лагерях за счет победителей. Те офицеры-солдаты, которые победили фашизм, они увидели другую жизнь, они увидели Европу. Видимо, среди них появились скептические настроения в отношении экономической ситуации, экономической политики властей, а может просто здоровых мужчин надо опять же затащить в лагеря, их арестовали целыми пачками, вагонами сюда везли. Суть этих репрессий заключалась в том, что они не делили на нации. Им было важно заполнить эти лагеря и русских, украинцев, немцы, кореец, уйгуру, казахи. Лишь бы заполнить лагерь дешевой рабочей силы. В этом была экономическая подоплёка. Политические причины этого дела кроются в том, что они за счёт таких массовых чисток удаляли активный слой жаждущей часть общества. Они загонялись в лагеря, естественно, общество по-прежнему задохалось, потому что наиболее думающие люди оказывались в этих лагерях. Чем работаешь в этих архивах, тем больше поражаешься, насколько советская власть была хитрая или, скажем так, изощрена именно изощрена в придумании различных терминов. Вы не поверите, наймита, националисты, буржуазные деятели, враг народа, но даже сам термин концлагерь до 1945 года во всех документах НКВД создать концлагерь, посадить концлагеря, отсидеть в концлагерях, наймиты, и только оказывается, после 1945 года, когда был повержен немецкий фашизм, решили этот термин теперь использовать только в отношении германских лагерей, немецких лагерей. до 1945 до 1945 года во всех документах открываешь архив, там прямо пишут концлагерь, заполнить из числа наймитов, буржуазных деятелей, причем под эту категорию буржуазных деятелей мог попасть кто угодно, и японцы, и финны, и поляки, в среднем было очень много коммунистов третьего интерстанала, то есть те компартии, которые были в отношениях со Сталиным, с Советским Союзом, на которые убегали преследуемые на своей родине, здесь же они оказывались в лагерях таких случаев очень много, мы их видим пофамильным, да, они спасались от, скажем, от дискриминации преследуемые на свою родине, как коммунисты, приходя сюда, они полагали это рабочих крестьян, потому что пропаганда ручительно работала, вообще советская пропаганда была мощнейшей, конечно, эти люди бежали сюда, полагая, что здесь он рабочий или там крестьянин или сын рабочего найдет защиту, а здесь он нередко оказывался в лагерях. По поводу озвученных память цифр, более 700 тысяч документов направлено на рассекречивание будут доступны исследователям, можно сказать, о действительно архивной революции в нашей среде. Да, значит, офис-центр, на мой взгляд, удачно разделил историков по следующим архивам. Есть группа по рассекретичным, которую я возлагаю, она работала в архивах генеральной прокуратуры, она работала в архивах МВД, в архивах, в национальных архивах, фондах и в архивах КМВ. Вторая очень серьезная группа работает в регионах, в областных архивах, а также в районах и сельских, но сельских, я тут очень не знаю, в районах архивов сохранились тоже очень много документов по репрессиям. И работа идет по архивам, она идет, кстати, строго по плану. Просто на сегодня комиссия на мой взгляд правильно делает, что особо шум не поднимает, мы еще не завершили работу. Если будет все нормально, то я думаю, что к концу этого года уже большая часть документов где-то не вся, конечно, но большая часть документов уже войдет в научный оборот. Сегодня, например, идет серьезная работа в офис-центре по статистике. Сколько было осуждено, сколько из них выпущено, сколько из них какая-то часть запускалась, сколько из них было расстреляно. Статистические данные раньше были совершенно закрыты. И вот наша группа по рассекречиванию очень много дала материалов для рассекречивания. И там нами обнаружены очень серьезные данные по статистике лагерей, по дислокации лагерей. Это очень серьезные дела. Например, многие не знают, что эти лагеря могли располагаться на станции Топар. Естественно, Балхаше, там понятно, в пройко Балхаше тоже очень много политзаключенных, но они были вокруг Алматы. Сейчас, кстати, под Алматой идет поселок Житсу и Эльтай. Там есть лагерь, который простой сейчас лагерь, женский лагерь, но в 30-х годы это был лагерь для политзаключенных, там содержался и погиб дед известного общественного деятеля Камала Бурханова. Мы посещали эти лагеря, там кроме могил ничего не осталось, но в 30-е годы это был активно действующий такой концентрационный лагерь. потом они эти лагеря создавались, чтобы какой-нибудь рудник поднять или даже большой совхоз, который надо было поднять, тут же привлекались политзаключенные, скажем, для постройки математом или каких-то крупных клубов, контор для служащих. Этот труд использовался везде, в общем-то. Почему, кстати, их трудно почитать, потому что они относились и к системе НКВД. Потом политзаключенных, как рвов, использовали через, скажем, Министерство транспорта или Министерство сельскохозяйства. Поэтому они могут документы храниться в различных архивах. Это такой огромный фронт работы. Как вы со всем этим управляете? Достаточно ли у вас сил? Сколько кадров работает? Может быть, вы еще кого-то привлекаете? Не знаю, студентов исторических факультетов для того, чтобы этот объем работы как можно больше освоить быстрее? Ни студентов, ни докторантов привлекать не можем, потому что для работы в архивах нужен спецдопуск. Там есть специальная форма. Пока далеко не каждый желающий может попасть в архивы. Но когда они будут рассекречены, там доступ будет широкий. Пока мы вытаскиваем то, что 70-80 лет это подолкеш бумаги, миллионы бумаг, 700 тысяч документов уже подали на это все группы сделали по республике, 700 тысяч документов подали на рассекречивание. Документов или дел? Ну, мы называем документы, они там могут состоять из отдельных дел, а могут какие-то групповые дела, могут быть какие-то расстрельные списки. Мы видим, читаем, находим и рекомендуем на рассекречивание. Более 700 тысяч. Потом есть отдельные группы при КМБ или там при МВД, которые уже принимают решение о рассекречивании. Ну, там комиссия, да, какая-то? же ведомо странная комиссия. Это непростая работа. И сколько ученых работает сейчас в этих документах, в архивах? Это ежедневно в архив ходит порядка 10-15 человек. Ряд ученых освобождено от работы, например, очень много ученых Института истории и этнографии Мячукана-Валиханова, Института истории и государства. Мы даже привыкли молодых ученых, которые имеют форму допушка. эта система где-то около 300, если не больше, ученого работает по всей республике. И Северно-Казахстане, и в Кустанай, в Восточном Казахстане, в Алматы. Потом работает же 10 рабочих групп. 10 или 11? 10 10 рабочих групп. Был 11, правильно говорите, сейчас стало 10. Потому что в указе, по-моему, изначально речь шла об 11 группах. в указе не указано, это уже приказом государственного секретаря, поручением вернее. вот там разделение. Одна группа работает по проблеме коллективизации, конфисксации, майское хозяйство, их судьбы. Вторая группа работает по методологии поиска этого очень серьезная группа. Кстати, кроме такого физического истребления советские власти принимали очень много документов, документы, которые носят характер такой цензуры. Скажем, деятельность таких передовых или, скажем, известных деятельность известных общественных деятелей, писателей или ученых могли быть засекречены. скажем, очень серьезная группа работает по выявлению нормативных базовых документов в репрессии. Это очень серьезная группа. Раньше таких групп не было. Да, в этой группе работают не только историки, есть юристы, есть несколько социологов, даже есть философы, религиоведы. Юлия Шаповал, Сати Шинова работают, очень много юристов, кстати. Потом, значит, есть группа по поиску и локализации мест содержания вот этих политических заключенных. Я нахожусь как раз в этой группе, и это тоже такая очень серьезная работа. НКБД же, она же, система такая была очень коварная, я бы так сказал. Многие вещи, они сами скрывали, документы уничтожали. Эти документы могут быть, и мы их находим, скажем, в Москве, в Центральном архиве. Не все документы хранятся, хранились в Казахстане. Да, или вот, вообще, многие документы выходили из недр ЦК ВКПД, из сталинского, так сказать, аппарата, или в ЦИК, ЦИК-то располагался в Москве, естественно, многие документы хранятся там. Потом, значит, очень серьезно работа, группа работает по беженцам из Казахстана. полтора, два миллиона беженцев насчитывалось в 1828-1833 годах. В основном уходили в Китай, в Афганистан, на территорию Ирана, в Узбекистан, в России очень много уходило беженцев. И вот судьба этих беженцев была несладкой, я вам сказал, потому что в отношении тех людей, которые переходили границы, использовали регулярные войска. И эти документы нами найдены. И я думаю, что они будут введены в общественный и научный ворота. Потом, значит, находится очень много таких списков, так называемых расстрельных списков. Это вот поразительно, скажем, группа офицеров НКВД составляет вот такое. На одной, две, три страницы так называемые расстрельные списки пишут, значит, приведено в исполнение путем расстрела в отношении лиц, и идет список там 150 человек или 50 человек, приговор в исполнении, например, там 15 декабря 37 года 15.00. То есть, судьба ни одного человека решалась, да, вот как суд, то есть, взвешивают все за и против, да, пытаются доказать его вину. Здесь такого близко не было? Одной подписью, одним списком 150-200 человек уходило? Они привлекались к ответственности так называемые внесудебные органы, что само по себе нарушение прав человека. Вышли лишить свободы человека может только суд. Здесь, значит, социальнское руководство создавало вот эти двойки-тройки, это внесудебные органы. И на основании статьи надеряло их этими полномочиями. они, значит, приговаривали к чему-то. Следующая группа офицеров занималась как раз приведением в исполнение вот этих решений, которые выносили внесудебные органы. И это поразительно, эта группа, например, находила документ, водительцов вот эта группа приводит в исполнение приговора по расстрелу, там человек 50. Внизу они, есть их подписи, фамилии, кстати. И эта группа вечером в 305 часов опять же занимаются тем же делом, но уже под расстрелы идут уже другие лица совершенно. Это своеобразный конвейер. Это конвейер, да. Здравый человек или нормальный человек может не поверить в том, что я говорил, но это действительно так, Арман. Потому что мы сидели, мы видели, но это факт, я вам абсолютно верю. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова